здравствуйте друзья с вами снова евгения тару и сайт маг эксперт . орг и сегодня мы будем рассматривать карту бадзы алексея навального я записываю это видео 21 августа 0012 у меня на часах я это говорю к тому что именно в этот день я уже за полночь пишу а вот утром я услышала информацию видела в интернете в ютюбе непосредственно сообщение о том что навальный в коме что у него было отравление то есть его отравили якобы ему стало плохо когда он летел в самолете самолет вынужденно совершил посадку в другом городе они вместе назначение он был снят с рейса отправлен в больницу и вот там собственно говоря находится и так решила посмотреть его карту рождения именно меня интересует в большей степени те энергии те комбинации иероглифов которые в общем-то дали это событие в его жизни значит смотрите я постараюсь здесь не фантазировать на предметом кто это сделал там плести какие-то конспирологические теории или что-то типа того меня в данном случае будут интересовать только иероглифы только карта рождения человека только его судьба что в этой судьбе предначертано и у меня большая просьба к зрителям мой канал сейчас вот это видео непосредственно она не рассчитана на широкую публику на широкую аудиторию которая где-то там что-то насмотрелась наслушалась имеет свое какое-то представление об этом человеке будет меня пытаться вербовать и в свою веру обращать пожалуйста друзья мои я стараюсь относиться к тем или иным персонажем которых я рассматриваю нейтрально безэмоционально как человек ученый и почему я говорю что это видео не для широкой публики потому что я здесь даю подробный анализ иероглифов я работаю как астролог а не как блогер который хочет на горячей теме поднять хайпа у меня этот хайп совершенно не интересует и мне не нужна толпа каких-то бестолочей которые ни черта не смыслят в китайской астрологии и несут всякую ересь и чушь понимаете и объяснять людям вот подобного рода что я не несу от себя тяну а трактую карту и на основании этой карты делаю какие-то выводы а не потому что мне так кажется или я так думаю или мне вот приснилось и я вам рассказываю нет друзья мои и я здесь немножко с другой функцией хорошо я надеюсь на понимание и на то что люди некомпетентные или люди которые не хотят разбираться учиться понимать эти китайские иероглифы и разбираться в картах бадзы не надо мне навязывать ваши какие-то впечатления об этом человеке кто он что он и так далее кто его отравил окей все я высказалась предупредила надеюсь что мне не придется в комментариях вести какие-то баталии что-то там объяснять что дважды 24 какие-то банальные вещи которые почему-то людям становятся в последнее время непонятны потому что они как-то вот в каком-то измененном состоянии сознания находятся и здравого смысла в принципе лишены вот мне просто не хочется сейчас с такими людьми контактировать потому что я трачу свою энергию а энергию мне нужно сейчас направить в другое русло так по-моему что-то как-то я затянула со вступлением так люди которые собрались послушать про иероглифы которые вот расположились в карте навального располагайтесь поудобнее там наливайте себе чайку кофейку кто что любит и давайте приступать итак мы как правило всегда начинаем с господина дня господин дня это самый верхний иероглиф столпе дня рождения он в калькуляторе подписан как личность то есть если вы пока ничего не понимаете в астрологии то вот я вам просто объясняю рассказ и здесь мы видим инский огонек который по китайски звучит как дин ну или тин да вот по-разному кто как кто во что гораздо называют вот этот инский огонек это как пламя свечи дрожащие на ветру мы уже несколько карт с вами рассматривали с этим господином дня я практически всегда говорю о том что это не совсем уверенные в себе люди которым нужен допинг в качестве допинга человек может использовать разные средства и это могут быть как какие-нибудь лекарства например это может быть алкоголь это может быть слава популярность и поддержка поклонников фанаты и в принципе я считаю ну по крайней мере мои наблюдения таковы что люди инского огня это все-таки люди несколько тревожные глубине души им обязательно нужна поддержка и они очень остро воспринимают какую-либо критику свой адрес но сами при этом очень даже хорошо способны кого-либо критиковать и могут это делать очень язвительно потому что инский огонь если вот сам иероглиф переводить с китайского на русский то это что-то похожее на гвоздь вбитый да или допустим на укус комара который раздражает жжет и чешется то есть это вот какое-то раздражение от укола или укуса ну или допустим вы обожглись пламенем свечи и вот чувствуете такое как бы жжение до жжение раздражение на коже это вот как раз оно и есть это инский огонь еще инский огонь сравнивают с жалом какой-нибудь осы или какого-то другого такого знаете агрессивного насекомого ну может быть какого-нибудь скорпиона до который вас может ужалить укусить и у вас могут из-за этого быть неприятные последствия то сделайте сами какие-то выводы относительно того правильным ли делом занят алексей когда он кого-то критикует а критикует он власть до или когда он проводит вот эти все свои расследования это соответствует его господину дня ну по моему да по моему да если вы не согласны напишите об этом комментариях то я с вами буду спорить потому что бы как бы это очевидная вещь давайте смотреть что у него во дворце здоровья и брака то есть на чем сидит этот господин дня что находится под ним в земных ветвях так называемых а здесь мы видим свинью ну или кабана кому как больше нравится какое название то и используйте и я обычно такой столб где инский огонь на свинье сравниваю с чайной свечкой ну кто значит такой чайная свеча это свеча которая плавает на воде а это означает что у этой свечи нет опоры она в любой момент может как-то вот перевернуться и погаснуть у инского огня на свинье довольно низкая фаза фаза зачатия но тем не менее это не могила не обрыв не смерть а все-таки уже ну как бы до зачаток жизни то есть это огонек который только-только зажгли это свеча вот это вот которая плавает которую только-только запалили есть такое слово кстати в русском языке потому что в украинском есть запалылы называю вот так вот мы произносим это дело вот соответственно это вот только-только вот начинающий гореть огонек вообще свинья это иероглиф который связан с семейной жизнью и видеть этот иероглиф во дворце брака в принципе казалось бы неплохо но низкая фаза это раз а во вторых это гвоздь вбитый между спящими в постели людьми то есть между мужем и женой вот знаете у нас есть выражение развод и девичья фамилия и кактусы между кроватями да вот это вот как раз тот кактус который между кроватями стоит такой образ символический только этих иероглифов если переводить их дословно на русский язык и гипотетически такая комбинация иероглифов может указывать на то что семейная жизнь может быть не такой хорошей позитивной как хотелось бы и есть вероятность расставаний каких-то конфликтов разводов в конце концов но давайте смотреть что за символические звезды стоят в этом дворце а точнее в этом столпе столпе дня у нас здесь исходное созвездие это когда у вас кто-то может на ноль помножить и конечно это нехорошо не для брака не для здоровья благородный человек здесь присутствует но кто у меня уже давненько смотрит тот знает что мое отношение к благородному человеку неоднозначны звезда банкротства ну нежелательно человеку конечно жениться вот я так вам это скажу потому что вступая в брак человек может терпеть крах до терпеть банкротства либо быть причиной банкротства своего партнера далее демон уничтожения тоже нехорошо тоже нехорошо красный луань несмотря на то что может быть не очень благоприятно этому человеку жениться он все-таки женится да мы видим здесь красный луань а красный луань это свадьба ну и опять благородный человек только теперь погоду так с этими символическими звездами и самим столпом мы разобрались давайте теперь смотреть месяц столб месяца что здесь мы здесь видим седьмого убийцу друзья мои мы уже с вами похожую комбинацию иероглифов наблюдали если я правильно припоминаю что-то похожее было в карте у михаила ефремова у него был седьмой убийца и столкновение у у него там два по моему даже седьмых убийцы было в карте и столкновение свиньи и змеи что обычно обозначает аварию то есть по идее в карте рождения алексея мы видим потенциал который связан со смертью в аварии в авто аварии но авария может быть не только автомобильная это могут быть любые транспортные средства авиасообщения самолеты тоже сюда входят но тут смотрите в чем фишка я пока еще не уловила может быть вы обладаете кто-то из вас такими знаниями то укажите пожалуйста в комментариях вот что влияет на то будет ли человек убит то есть будет жертвой седьмого убийцы либо же будет сам убийцей для кого-то вот я пока еще вот этот алгоритм для себя не уяснила не отследила у меня еще пока что недостаточно в моей базе карт чтобы вот понять как проявится в жизни человека этот самый седьмой убийца то ли это зависит от силы господина дня то ли от структуры карты то ли от силы самого седьмого убийцы в общем пока что для меня это такая знаете небольшая загадка но вот то что здесь есть указание на вероятность смерти или убийства в какой-то аварии или в дороге потому что смотрите авария это не обязательно столкновение каких-то транспортных средств а это может быть какой-то инцидент в пути в дороге почему в дороге потому что и свинья и змея это почтовые лошади так называемые они обозначают путешествие а здесь они сталкиваются поэтому чаще всего это конечно авария да вот катастрофа какая-нибудь но здесь можно интерпретировать и как то что с человеком что-то случается либо вследствие какого-то конфликта либо же вследствие какого-то путешествия и вот в дороге с ним что-то происходит происходит что-то нехорошее да либо он может быть причиной аварии или даже стать убийцей в аварии понятно да вот как у ефремова это проигралось так почему я говорю про аварию я уже немножко забежала наперед потому что у нас в столпе месяца стоит инская вода которая сталкивается с господином дня нападая на него и это уже комбинация несчастья и стоит внизу свиньку прошу прощения змея которая со свиньей тоже сталкивается и это еще одна комбинация несчастья это в общем-то очень неблагоприятно для браков для семейной жизни для здоровья конечно тоже даже если я ничего сейчас не путаю это еще и анти дубликат до самой карте рождения что тоже неблагоприятно однако вот то что у него в сезоне то есть в столпе месяца земная ветвь это змея то есть тоже огонь как и сам господин дня то мы с вами понимаем что это специальная структура и это спец структура под названием янский край или овечий нож это одно и то же ну давайте смотреть какие тут символические звезды в этом столпе припрятались это почтовая лошадь путешествие поездка кстати смотрите столб месяца отвечает также за карьеру человека за его работу а также за его начальство или за тех кто стоит выше него по статусу а также за родителей и здесь ну иногда в некоторых школах соседний столб с столбом дня то есть столб месяца считают столпом братьев и сестер а в некоторых школах еще считают что здесь муж или жена да тоже вот есть такие разногласия в зависимости от того в какой школе кто учился и кто что преподавал так вот мы здесь видим седьмого убийцу и мы можем с вами что предположить карьера этого мужчины строится во власти на по властных структурах он руководитель он начальник но 7 убийца это все-таки превышение власти это когда человек живет по принципу цель оправдывает средства и конечно же наличие 7 убийцы и отсутствие правильного чиновника в этом раскладе иероглифов указывает на то что такому человеку все таки не стоило бы официально жениться то есть быть для кого-то официальным мужем потому что это все таки неблагоприятно я сейчас немножко отвлекусь друзья мои объясню почему это неблагоприятно хорошо потерпите немножко мои значит философствование на эту тему дело в том что мужчина когда он женится он берет женщину и детей которые появляются в семье под свою защиту и защиту обозначает то что он не должен своих родных и близких подвергать опасности а если у мужчины опасная профессия и он постоянно рискует а седьмой убийца не может не рисковать понимаете 7 убийца это характер ну то есть эта энергия которая накладывает определенный отпечаток на его характер и 7 убийца это дерзкий человек рисковый человек который идет на абордаж понимаете который лезет на рожон который любит участвовать каких-то баталиях и побеждать несмотря ни на что любой ценой даже если цена окажется слишком высока и вот представьте человек который имеет опасную профессию рисковый характер женится и постоянно подвергает своих близких то есть свою жену и своих детей опасности тревоги стрессом напряжению поэтому я говорю что не нужно такому человеку жениться да когда мы видим седьмого убийцу в карте а правильного чиновника нет потому что это все-таки неблагоприятное и для него и для его близких для его семьи непосредственно вот так вот мы видим с вами также то что вот этот столб месяца а это его карьера да это его работа вредит и ему лично да то есть его господину дня и также вредит его семейной жизни и также вредит здоровью то есть он буквально все время подвергает себя опасности также вот когда седьмой убийца находится так близко к господину дня это еще и вероятность самому погибнуть стать жертвой убийства потому что все таки седьмой убийца это киллер и мы уже подобное что-то видели с вами в карте рождения влада листьева помните я уже не помню у него по моему тоже господин дня был инский огонь если я не ошибаюсь память меня сейчас может подвести поэтому не буду ничего утверждать для тех кому интересно сравнить карты вот вы посмотрите полюбопытствуйте на всякий случай так ну давайте перейдем сейчас к символическим звездам столбе месяца посмотрим их почтовая лошадь и и я уже назвала одинокая планета вот одинокая планета еще знаете то вы тоже указание на то что человек все время скитается все время в каких-то поездках путешествиях особенно с почтовой лошадью и у него как бы нет пристанища да вот нет пристанища он все время в движении все время в дороге все время в каких-то командировках все время на каких-то может быть съемных квартирах и так далее ну просто у разных людей это по-разному может проявляться я не говорю сейчас конкретно про алексея а говорю про одинокую планету дальше у нас идет овечий нож но это волк в овечьей шкуре как мы ставим это хорошо для блогера до для актера который работает на публику который вынужден делать какой-то имидж и играть лицом так скажем но за вот этой маской кроется совершенно может быть другой человек какой человек кроется за этой маской мы видим по господину дня и его столпу дня а вот а если бы мы знали еще час рождения мы еще бы глубже копнули еще поглубже бы узнали что это за персонаж которого мы видим за маской которую мы знаем как алексей навальный по его блогу да там или по его каким-то выступлением то есть видите овечий нож всегда понимаете что это очень хорошая звезда для актеров для блогеров но не очень хорошая я наверное звезда вообще в принципе поскольку может обозначать опять же травмы операции ранения а с седьмым убийцей овечий нож это совсем плохо это очень плохо потому что это может быть и правда убийство так то есть он может быть жертвой убийцы с овечьим ножом дальше идет ошибка иньян но ошибка иньян не очень хорошая звезда для личной жизни потому что мужчина не понимает чего от него ждет женщина женщина не понимает чего хочет он и вот между ними постоянный какой-то конфликт непонимание друг друга на этой почве и выяснение отношений и кстати да если его работники женского пола то здесь тоже неблагоприятно ему все-таки лучше работать в коллективе с мужчинами дальше сети земли ну да сети земли потому что рядышком стоит дракон а сети земли или сети ада это неблагоприятная тоже звезда которая лишает человека свободы это может вместе с соседней звездочкой из столпа дня а именно красным луанем обозначать свадьбу то что человек несмотря на то что ему неблагоприятно жениться все-таки женится то есть у него будет семья но ничего хорошего из этого все равно не выйдет как ни крути с такой картой рождения но вот эти сети ада еще могут обозначать тюремное заключение то есть неблагоприятно это для человека так как может послужить лишением свободы для него так ну и вознаграждение десяти небесных стволов с демоном грабежа ну мы понимаем да что вознаграждение это звезда воздаяния как я ее называю то есть она показывает либо процветание если человек заслужил какое-то богатство какой-то успех материальное благополучие или там славу известность он это получит сполна но если человек заслужил какое-то наказание за какие-то прегрешения или может быть за какие-то кармические долги из прошлых жизней он их тоже получит по полной программе потому что эта звезда больше работает как принцип бумеранга ну по крайней мере я так отслеживаю эту звезду она у меня действительно вот подтверждает то что это не просто звезда про деньги это звезда про бумеранг так ну и демон грабежа это конечно тоже неблагоприятная звезда поскольку может указывать на грабеж ну то есть смотрите как могут реализоваться допустим в жизни человека все эти звезды и те ироклифы которые мы на данный момент рассмотрели человек действительно может стать жертвой аварии и допустим столкнувшись вот его может быть да кто-то сбил и ограбил при этом где-нибудь вот в пути в дороге либо же он может промышлять на большой дороге и кого-нибудь грабить выходя с ножичком из тумана и говорить сколько я зарезал сколько перерезал сколько душ невинных загубил так ну это я шучу но я говорю вам о том что если вы будете смотреть другие карты других людей будете встречать что-то подобное вы можете и так интерпретировать или обратить на это внимание посмотреть события жизни человека и обнаружить что да вот человек мог таким заниматься но мы также можем предположить и такой вариант развития в судьбе событий по данным комбинациям как то что человек в дороге в пути в путешествии в командировке встречается с убийцей который скрыт под какой-то маской под какой-то личиной да то есть овечий нож какой-то человек как волк в овечьей шкуре на этого человека никогда не подумаешь что он может причинить вред и тем не менее этот вред причиняется с целью что-то отнять украсть ну отнять можно жизнь например да вот демон грабежа может отнимать жизнь поэтому всегда мы когда теряем какую-то материальную вещь так какое-то материальное благо нужно благодарить бога и говорить спасибо что только деньгами да вот как то так хорошо я думаю с этим столпом и более-менее разобрались давайте посмотрим год столпе куда у него грабитель богатства стоит это янский огонь на драконе прежде всего это конечно нехорошо для брака потому что грабитель богатства это другой мужчина это конкурент который уводит жену или любимую женщину это очень неблагоприятно когда в столпах появляется богатство то есть если грабитель богатство видит богатство а если этот грабитель богатство еще и седьмым убийцей в связке то это может действительно плохо кончится то есть понимаем да что грабитель богатства это также неблагоприятно может быть не только для личной жизни но и для работы для карьеры для финансов для материального благополучия но здесь есть нюансы потому что не всегда грабители или братство вредны иногда они очень даже полезны ну смотря какая карта до смотря какой господин дня смотря какая у него сила или слабость смотря какие там могут быть трансформации в карте или спец структуры так вот что я еще хотела сказать про грабителя богатства это то что это однозначно благоприятно для работы в качестве актера до или того же самого блогера но если алексей претендует на роль лидера например лидера партии или лидера страны то это конечно очень сомнительно очень сомнительно потому что если ваш кандидат имеет в карте седьмого убийцу с грабителем богатство я думаю что за такого кандидата голосовать все-таки не нужно я поясню почему опять же сейчас может быть на меня нападут эти поклонники навального и забьют меня запинают ногами и начнут меня убеждать что я не права и все так ребята я трактую карту если бы я не сказала что это алексей навальный вы бы даже не знали о ком идет речь и помалкивали бы себе там в тряпочку вот поэтому друзья мои я абсолютно нейтрально отношусь к этому человеку я даже больше скажу я испытываю к нему симпатию мне он симпатичен мне он казался всегда таким вот знаете человеком который говорит какие-то правильные вещи но я смотрю на его карту и понимаю что это всего лишь игра человек только кажется вам таким он как любой актер или как любой блогер лишь выдает себя то есть он создает некий имидж но за этой маской кроется совершенно другой человек и какой этот человек я вам вот пытаюсь объяснить хотите верьте хотите нет одно спорить давайте не будем просто если кому-то больно слушать то что я говорю ну да это вот входит в какой-то конфликт с убеждениями просто выключите это видео посмотрите какое-то другое и успокойтесь себе ради бога вот так вот я бы не стала голосовать за такого кандидата потому что 7 убийца это все-таки превышение власти то есть человек может добиваться своих целей той ценой которая может быть слишком высока и за ценой может вообще не постоять а грабитель богатства ну вы понимаете да что это может обозначать то есть он может выступать в качестве грабителя богатства вот представьте такой человек дорывается до власти и он вот гребет гребет ему все мало мало гребет гребет а ему все мало мало ненасытный ненасытный и седьмым убийцей еще и человек который может приступить закон да то есть нарушить какие-то границы дозволенного или границы здравого смысла ну вот как то так вот этот вот самый грабитель богатства янский огонь это рукоять меча которая сидит на драконе дракон это звездный час звездный час получается вот такой немножко воинственный вот понимаете вся карта говорит о том что алексей довольно токсичный человек он способен нападать атаковать критиковать причем критиковать жестко да вот как седьмой убийца они как правильный чиновник он способен требовать он способен на то чтобы конкурировать и он конечно любит зажигать да вот зажигать вдохновлять вот какие-то идеи внедрять в массы и опять же это все довольно так вот как-то агрессивно подается может быть не так агрессивно как у других в политиков да не будем сравнивать вот он вроде бы как очень интеллигентно все рассказывает и мне интересно его слушать он блогер действительно очень классный но вот видите все таки ему хочется как-то вот повоевать вот седьмой убийца без войнушки как-то ему скучно вот он все время лезет на рожон да он все время склонен к тому чтобы выяснять отношения и входить в какие-то конфликты вследствие которых опять же власть может поступать к нему очень несправедливо очень жестко скручивать его кидать в каталажку вплоть до аннигиляции то есть уничтожение вы понимаете да чем я говорю теперь давайте посмотрим что за символические звезды стоят у него в столпе года а это у нас красный луань ну понятно человек женится красный луань это свадьба небесный доктор вот кстати есть надежда на то что небесный доктор его будет вытаскивать из вот этих всяких халэп халэпа по украински это крупная неприятность вот есть надежда что врачи компетентные и смогут вовремя оказать ему помощь в случае вот седьмого убийцы и вот этой вот аварии в дороге и потери свободы дальше сети ада разумеется и цветущий балдахин ну вот цветущий балдахин эта звезда которая наделяет человека в общем-то неплохим интеллектом неплохие интеллектуальные способности у него есть может быть какое-то творческое начало в человеке да не без этого какие-то таланты однозначно имеют место быть но цветущий балдахин это все-таки звезда такая вот знаете связанная с чувством одиночества и этому человеку необходимо иногда периодически бывать как-то наедине с самим собой чтобы его никто не трогал никто не мешал ему подумать так хорошо мы с вами тут посмотрели всю его карту без часа рождения конечно знать час рождения то было бы вообще великолепно и и выяснили что у него специальная структура овечий нож или янский край а это означает что его господин дня в сезоне светится то есть это императорский светильник а это означает еще и то что этот мужчина может достичь больших высот либо в карьере либо же просто быть очень популярным и известным хотя при этом у него в карте нет звезды командного влияния ну окей давайте теперь смотреть такт удачи в котором вот произошел этот инцидент в дороге да вот то что пришлось его снимать с рейса садить самолет экстренно другом городе вот это отравление или инсульт что это было пока вот на данный момент времени когда записываю это видео не совсем понятно что произошло вот отравление это основная версия но может быть причина другая на так вот что у нас за такт удачи нападение на власть в друзья мои ранения чиновника или бунтарский дух то есть это вот такой революционер типичный революционер который нападает на власть да то есть здесь вот прям как по нотам все расписано и мы видим нападение на власть на собаки а собака это армия то есть у него может быть целая армия подписчиков фанатов фолловеров которые придерживаются такого же мнения что и он по поводу власти и он может этой армией управлять направлять руководить подымать вот эти протесты митинги выходить на улице и так далее то есть у него целая армия вот этих вот поклонников да которые тоже хотят нападать на власть то есть делать революцию грубо выражать но дело в том что вот эта собака она ведь сталкивается с драконом в его столпе года это довольно неприятное столкновение которое также может ударять по его репутации по его статусу и я вам больше скажу как-то сильно раздражать грабителей богатства кроме того это столкновение дает такую символическую звезду как сети ада и небес сети небес также включаются из-за того что господин дня сидит на свинье а собака со свиньей это сети небо и тут получается как бы тройная сеть и это очень нехорошо для свободы человека так как он этой свободы может легко лишиться легко лишиться я бы в принципе назвала его карту игра с огнем игра в опасные игры особенно с властью с политикой политика как известно это грязное дело к тому же мы видим что и сам алексей не тот за кого он себя пытается выдать да хотя по идее по идее мы видим то что он в общем то реализовывает свою карту вот как выпали иероглифы на момент его рождения вот собственно говоря мы их и читаем и в его событиях жизни и собственно говоря в самой карте есть совпадение то есть я не вижу того что вот человек на публику выдает одно а на самом деле совершенно другое нет он действительно токсично критикует власть агрессивно на нее нападая желая эту власть отнять да как грабитель богатства он сталкивается он конфликтуют да периодически попадает в каталажку да мы видим что он женат но ему с такой работой с такой карьерой не следовало бы жениться потому что он все время подвергает опасности своих родных и близких и да мы видим по такту удачи что он постоянно революционер нападает постоянно на власть бунтует и подымает целую армию людей выводит их на улице соответствует до реальности это все но а то что он использует какие-то актерские способности для того чтобы вот эту армию подымать так это ну как бы и так понятно да потому что если он не будет этими актерскими способностями обладать вряд ли кто-то за ним пойдет кто-то заинтересуется его речами а то что он красноречив это однозначно поскольку на первом месте у него в карте стоит огонь янский огонь а янский огонь на первом месте это вот красноречие красноречие но он еще любит подраться потому что этот янский огонь и вы на драконе а драконы вообще-то дрочливые ребята, да, так, с тактом удачи понятно, давайте посмотрим год текущий, что в этом году у него, правильное богатство, а помните, я говорила вам про грабителя богатства, что очень нехорошо, когда грабитель видит деньги, а правильное богатство это деньги, ну, в первую очередь, это деньги, во вторую очередь, для мужчины, для мужской карты, это женщина, да, это жена, и здесь грабитель богатства либо хочет увезти жену, да, вот какой-то конкурент появляется на горизонте, либо же это грабитель богатства, который хочет забрать деньги, ну, или какие-то другие материальные ресурсы, или какие-то материальные носители, так, и смотрите, правильное богатство у него в виде ГЭН, янского металла, я вам уже неоднократно говорю, что видите ГЭН, готовьтесь к неприятностям, вот оно, пожалуйста, неприятности, и вот этот ГЭН на крысе, то есть текущий год, это металлическая крыса, это для всех, но просто для разных карт, эта металлическая крыса будет означать что-то свое, крыса для Алексея это власть, то есть мы видим деньги, власть и грабителя богатства, который это все видит и хочет отнять, ну, и, соответственно, толкает в бок седьмого убийцу, говорит, действуй, действуй, и он действует, так, ну, смотрите, я еще что хотела вам сказать про сети ада и небес, это то, что человек может лишаться свободы, это же не обязательно то, что он попадает в тюрьму или женится, это еще может быть то, что человек попадает в больницу и не может из этой больницы выйти, либо попадает, например, в ту же кому, да, лишается сознания, лишается свободы воли и может быть без сознания, как вот такой вот овощ, прикованный к постели, правда, может это быть так, да, конечно, может, это ведь лишение свободы человека, конечно, лишение свободы, так что сети могут еще так срабатывать, запомните это, так, давайте посмотрим, что у нас здесь делает ГЭН, ага, ну, не хочу опять же забегать наперед, давайте чуть попозже я выскажу эту мысль, что делает ГЭН, а пока что посмотрим на крысу, что делает крыса, с кем она здесь играет, с кем она комбинируется, но пока я вижу только дракона и свинью, значит, с драконом это полукомбинация воды, если присутствует обезьяна, ну, это я опять же, да, забегаю наперед, а с свиньей это тоже усиление воды, а вода это что в карте Алексея? Смотрим на небесные стволы и видим, вуаля, седьмой убийца, то есть приходит очень сильный седьмой убийца, а для него, скорее всего, не полезен, не полезен этот элемент, и убийца, власть, особенно экстренная вот такая власть, да, сверхвласть, точно не полезна. Так, значит, в крысе какие у нас символические звезды здесь в текущем году? Лунная добродетель, цветок персика, командное влияние, ну, вот вам цветок персика, командное влияние, человек нравится другим людям, да, способен армию поднять, и человек имеет влияние, командное влияние, это вот звезда генерала и инфлюенсер, да, вот инфлюенсер, который влияет на массы и говорит, в общем-то, правильные вещи, потому что здесь правильное богатство. Так, но текущий месяц, да, вот когда с ним это все произошло, текущий месяц это у нас правильная печать, янское дерево, и вот здесь как раз-таки сталкиваются янское дерево и ген, янский металл. Янский металл рубит дерево. Янский металл это вот как топор, а янское дерево это голова, и может ли быть здесь инсульт, кровоизлияние, да, вполне может. Может ли быть здесь отравление через напиток какой-нибудь, да, что вот в чай ему что-то там подсыпали, подлили. Не факт, не факт. Но, тем не менее, много воды приходит в карту, да, очень много воды приходит в карту, и вода ему не полезна, значит, это может быть неполезная, то есть вредная вода. Ядовитый чай? Теоретически, гипотетически можно это предположить, но ничего утверждать не могу, разумеется. Но то, что что-то вредит его мозгу, это факт. Что-то, что вредит его голове, это есть. Но я уже предупреждала вас в других видео, в предыдущих, по-моему, это было в видео про Валентину Легкоступову. Вот там я говорила о том, что сейчас гэн и дя – это травмы головы, и это травмоопасный период. И, по-моему, я об этом еще говорила в видео про Виктора Цоя, что нечего удивляться, если сейчас, допустим, люди выходят на улицу, их бьют дубинами и калечат. То есть ничего удивительного в этом нет, потому что здесь прямое нападение на лидера, или на главу государства, или, допустим, на главу какой-то партии, или главу какой-то фирмы, компании, неважно, не суть. Это вот нападение, которое вызывает агрессию и могут быть травмы. Так, обезьяна. Давайте смотреть, что здесь с обезьяной. Обезьяна у нас как раз включает вот этот тригон воды в виде обезьяны, крысы и дракона. И также, возможно, огненное наказание, друзья мои. Смотрите, обезьяна есть в карте змея, и если это был день тигра, например, или час тигра, или же у него в столпе часа есть тигр, мы же не знаем времени рождения Алексея, поэтому можем здесь предположить. Но даже если и нет этого тигра, всё равно это столкновение. Ну, это не столкновение, но обезьяна с... Обезьяна с змеёй, простите, я всё время хочу сказать свинья почему-то. Я их постоянно путаю. Свинья и змея. Да, и у меня всё время происходит такое запинание на этом месте, да. Вот, пока вспомню, что это змея, это свинья, о боже. Ну, короче, вы поняли. Даже вот этого, вот этой комбинации иероклифов уже достаточно для того, чтобы пострадать. Также здесь вполне возможно и земляное наказание. Вот смотрите, такт удачи у него собака. Если час рождения, например, коза или бык, и приходит время, ну, то есть день или час козы или быка, то тоже может включаться земляное наказание. А когда приходит к человеку столько наказаний или столкновений, и карта вот такая непростая вся на столкновениях, и тут вот всё про травмы, про травмы какие-то, то человек может столкнуться с очень неприятными событиями в своей жизни. Но здесь самое главное, что мы должны с вами уяснить, это то, что приходит много воды в карту, очень много воды. А бык, допустим, если земляное не включает наказание, то в любом случае ещё больше усиливает воду, потому что у него есть крыса, у него есть свинья, и с быком это полная комбинация воды. И тут ещё по дракону обезьяне и крысе. Тригон воды. Представляете, сколько этой неполезной власти для него пришло в карту. А для него власть — это седьмой убийца в небесах, который прям убивает этого господина дня, который вроде бы как и сильный по столпу месяца, точнее по сезону, и имеет специальную структуру и высокую фазу императорского светильника. Но такой напор воды он выдержать не сможет. Ну, представьте себе вот эту чайную свечечку, которая плавает в бокале, а вы в этот бокал бухаете трёхлитровую банку воды сверху. Ну, естественно, свеча потухнет. Такого ниагарского водопада она может и не пережить. Соответственно, вот мы видим с вами, что действительно очень опасный период в его жизни. Вы знаете, я прокрутила вперёд месяцы, посмотрела, ну как он пойдёт на поправку, будет ли у него всё хорошо, или как-то это может закончиться фатально. Ничего не берусь, вот знаете, как-то на 100% прогнозировать, предсказывать. Но у него впереди ещё есть несколько месяцев в этом году, которые тоже довольно тяжёлые и могут давать довольно тяжёлые испытания. То есть даже если он выкарабкается, последствий вот того, что случилось, не миновать. То есть они будут ещё о себе давать знать впредь. Я, конечно, желаю ему, чтобы он справился с этими проблемами, чтобы человек жил, чтобы был здоров. Но вот тем не менее, карта показывает, что впереди у него ещё несколько испытаний. Январь тоже будет у него довольно тяжёлым месяцем. Ну а дальше, там, следующий год или в следующие какие-то десятилетия я даже не смотрела, друзья мои. Но давайте сейчас я полюбопытствую. Я пока ничего не анализировала. Да, ну, видите, следующий год у него, скорее всего, земляное наказание, но всё зависит от того, полезна ли ему земля или не полезна. Мы выяснили, что ему не полезна вода, а вот земля, а это самовыражение для него, пока под вопросом. Всё равно у него там вода будет в следующем году тоже достаточно сильная, поскольку там приходит склонность к богатству. Склонность к богатству сливается у него с грабителем богатства и даёт воду, опять же, эту власть, которая для него неблагоприятна. То есть следующий год и земляное наказание, и плюс, опять же, эта вода как-то не очень хорошо, мне кажется. Следующий, 2022 год тоже. Приходит к нему, конечно, правильная власть, с которой он сливается и получает некий ресурс. Но она приходит с тигром. Да, он может высоко подняться, стать королём, требовать к себе уважения, но всё равно там есть вероятность огненного наказания. Но смотрите, если, допустим, предположим, что огонь ему полезен, и если придёт много огня, то он усилится. Но меня смущает то, что постоянно идут вот эти столкновения у него между водой и огнём. А это, ну, такое короткое замыкание, если можно так выразиться. Это всегда как-то очень... Это очень эффектно на публику, но для человека это испытания порой непосильные для психики, да, и для здоровья в целом. Поэтому как бы тоже 22-й год мне не кажется слишком для него хорошим. Дальше приходит седьмой убийца с кроликом. Но мы уже выяснили, что седьмой убийца для него неблагоприятен. А здесь он усиливается за счёт прихода ещё одного убийцы. Но, правда, и огонь там тоже усиливается. Здесь седьмой убийца сливается с нападением на власть, и кролик с собакой тоже сливаются в огонь. Может быть, 23-й год для него может быть каким-то более благоприятным, когда он сможет переварить вот эту неблагоприятную для себя энергию воды и нейтрализовать седьмого убийцу. Вот. Давайте делать ставки на 23-й год. А что? Ну, ставки на то, что у него что-то изменится к лучшему в этот год. Но, ещё раз повторюсь, так вот прогнозировать на 100% я не могу, поскольку я не знаю часа рождения человека. А без часа рождения, ну, вы понимаете, да, это сложная задача. С часом было бы немножко попроще ориентироваться. Так, давайте посмотрим следующий такт. Следующий такт – дух наслаждения. Это инская земля на свинье, опять же, две свиньи, самонаказание. Дух наслаждения. Ну, человек может успокоиться, например, или упокоиться. Не могу вам однозначно сказать, всё-таки на всё воля Божья. Да, но человек здесь может уже быть не таким агрессивным и не нападать на власть, а наслаждаться жизнью, как вариант. Но всё-таки вот самонаказание для здоровья, для брака не есть год. И вообще у меня плохие ассоциации с инской землёй на свинье. Да. Плохие ассоциации. Не буду говорить, какие, не хочу озвучивать такие печальные вещи. Так, хорошо. Хорошо. На этом я, пожалуй, буду заканчивать это видео. Надеюсь, тем, кто интересуется китайской астрологией, было интересно послушать мои рассуждения. Если у вас есть какие-то свои наработки, которыми вы хотели бы со мной поделиться, или какие-то свои мысли, свои какие-то догадки, то пишите в комментариях. Но опять же, ещё раз повторюсь, только по иероклифам, по китайской астрологии, а не по самой личности, поскольку вы, я уверена, лично с ним не знакомы, а даже если бы были знакомы, вряд ли тоже могли бы как-то объективно судить о человеке. Не залез, не залазя к нему в душу, под его кожу, вы до конца никогда не будете знать, кто и что этот человек на самом деле. Поэтому позитивные комментарии тоже приветствуются, какие-то негативные. Ребята, давайте пока не будем. Человек в тяжёлом состоянии, я тоже себя не очень хорошо чувствую. И вот вступать в какие-то баталии по поводу человека, который живёт в другой стране, с которым произошло несчастье и неординарная личность, к которой я не имею никакого отношения, лишь просто смотрю события по карте рождения, потому что мне это интересно как астрологу. И вступать в какие-то, я не знаю, дискуссии политические не имею никакого настроения, никакого, ну вот от слова ни малейшего желания. Я надеюсь на понимание. Всё, заканчиваю свою тираду. Надеюсь, встретимся как-нибудь в следующем видео. А пока до свидания и всем удачи. Счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok